Отчет своей истории в независимой Латвии социальная служба Дауглопилса ведет с 1992 года. В то непростое для страны ее жителей время Министерство благосостояния приступило к реорганизации системы социального обеспечения. На ее базе при местных органах власти стали создаваться отделы социальной помощи. Решение о создании пригородской управе отдела, тогда он назывался социального обслуживания, датировано 2 апреля 1992 года. Работу отдела возглавила Хелена Солдатенок. В его ведении находились надомные обслуживания, пансионат и обувь ТЭКа, общий и социальный. Позже отдел был преобразован в управление социальных дел, а в 2016 году в социальную службу Дауглопилской городской думы. Силвия Черенко и Людмила Красникова в числе старейших работников учреждения самоуправления. Силвия работает 20 лет, а Людмила – 25-й год. Компьютеров не было. Были, как сейчас помню, гументарная помощь. Привезли апельсины, целую фору привезли, и мы ее делили, выявляли семьи, кому это больше нужно. Это семьи с детьми были, конечно, этим инвалидам помогали. В то время основное внимание было уделено оказанию материальной помощи. В 2005 году произошла реорганизация учреждения, и большее внимание стало уделяться социальным услугам и социальной реабилитации. С годами круг нуждающихся в поддержке горожан расширялся, увеличивался размер пособий, работы у специалистов становилось значительно больше. Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что ни в одном самоуправлении Латвии нет такого количества предоставляемых льгот. Повышенное внимание уделяется семьям с детьми, сиротам, одиноким пожилым горожанам, жертвам насилия, людям со специальными потребностями и попавшим в кризисную ситуацию. В трех отделах и семи структурных подразделениях социальной службы трудится 177 человек. Из них 132 с высшим образованием. Многие продолжают учебу. Двое закончили докторантуру. 25-летие своего учреждения они отмечают в рабочей обстановке вместе с руководителями города и депутатами Далгопилской думы. Встречаются с жителями, отвечают на их вопросы, проводят с ними практические занятия, посещают подведомственные структуры, обсуждают сделанные планы на будущее. Дневной центр на Лея ПС-4 давно стал для горожан излюбленным местом общения. Именно такое название решением думы ему было присвоено накануне 15-летия. Дневной центр с Аскарсме общением. Дневному центру Далгопилса осенью будет 15 лет. Если он уже встретит свое 15-летие, значит это очень значимый центр и активность в нем, который происходит, который организуют и сами жители, и работники социальной службы. Так что центр должен быть, и я думаю, что свои активности он будет пополнять. Как отметил куратор социальной сферы, заместитель председателя Далгопилской думы Петерестзалбы за последние годы в работе социальной службы наметились положительные сдвиги. От решения глобальных вопросов до приведения в порядок конкретных объектов. К примеру, в здании социального приюта на Шауру-23 удалось заменить окна в местах общего пользования, входные двери и капитально отремонтировать душевые. Теперь здесь одновременно могут помыться 20 человек. Созданы условия для людей с инвалидностью, установлено необходимое оборудование. Проведен ремонт в помещениях ночного приюта. Для кухни приобретена новая мебель. Косметический ремонт выполнен и в душевых социального дома на Шауру-28. Куплены две новые стиральные машины, однако есть потребность в улучшении условий проживания жильцов. Учитывая то, что сейчас душ будет востребован ежедневно, то, конечно, и на Шауру-28 в ближайшее время переделываются душевые помещения под отдельные кабинки. И точно так же будет сделана вентиляция для того, чтобы те помещения, в которых происходит принятие душа, были бы тоже вентилируемы. Планируется также заменить напольное покрытие в детской комнате. Дело в том, что закон запрещает использовать ковролин в помещениях, где находятся дети. Дневной центр для людей с нарушениями душевного характера на Архитекту-21 посещают 70 клиентов – детей и взрослых. Из них более 50 человек бывают здесь ежедневно. Интегрироваться и приобрести трудовые навыки им помогают специалисты в разных областях. Под руководством наставников они шьют, вяжут, кут, занимаются бисероплетением и флористикой, работают на компьютере. Центр нуждается в дополнительных помещениях для занятий деревообработкой и керамикой. В планах самоуправления – расширение перечня услуг. Это все делается в рамках европейского проекта для того, чтобы привести в порядок инфраструктуру и чтобы те услуги, которые предоставляет самоуправление для людей с ограниченными возможностями, были бы более широкими, более качественными, и чтобы те родители, у которых есть проблема с детьми, с особыми потребностями, тоже могли бы пользоваться именно этой услугой. Центр обслуживания клиентов на Лачплише 39 – новое структурное подразделение социальной службы. Он был открыт 13 февраля этого года для улучшения качества предоставляемой помощи, создания более комфортных условий работы и приема посетителей, а также решения проблемы очередей. Теперь их практически нет. Специалисты успевают обслужить клиентов до середины рабочего дня, поэтому нет никакой необходимости приходить задолго до начала работы Центра. На протяжении всех 25 лет коллектив демонстрирует слаженную командную работу, высокий профессионализм и искреннее желание помогать нуждающимся горожанам. Субтитры создавал DimaTorzok